6 вопросов, минуты на обсуждение, звук гонга и тишина. Эти правила знакомы каждому любителю телевизионной игры «Что, где, когда». Они же и легли в основу всероссийского интеллектуального соревнования «Риск». Участвуют старшеклассники. Это проверка их знаний о великих соотечественниках. 10 лучших команд Подмосковья встретились в аэропорту Шереметьево, чтобы сразиться в финале регионального этапа. Таня Казакова, капитан команды лицея номер 9 городского округа Химки. Ребята работают слаженно, опытные, уже не раз побеждали в викторинах. Большую благодарность надо выразить нашим учителям, которые, преподавая нам предметы, рассказывают еще интересные факты всевозможные. И также мы практически тем же составом играем в городское «Что, где, когда». И поэтому нам знаком такой ход рассуждения, и нам легко придумывать ответы. Мозговой штурм, на кону победа и путевка, на всероссийский финал игры. Организаторы подготовили сюрприз. В каждой команде появился дополнительный игрок. Герой современности из числа известных спортсменов, артистов, музыкантов, политиков и предпринимателей. Ребята молодцы на самом деле. Они отвечают на вопросы, которые даже я не знал. Из разных областей здесь сферы очень широкие. Ни один, конечно, эксперт, ни один, как бы советчик, никогда не может дать все вопросы. Почему же игра называется риск? Все просто. Два раунда команда набирает очки за правильные ответы, а в третьем каждый неверный ответ будет стоить баллов. Сколько решает сама команда? Один, два или три? Поэтому команда аутсайдер может стать победителем в любой момент. В этом и кроется риск. Место для игры выбрали не случайно. Шереметьево включен в список международных аэропортов, названия которых будут дополнены именами великих соотечественников. Аэропорт – это такие ворота нашей страны, особенно для тех, кто к нам прилетает в гости. И вообще для нас, для всех, как-то вспомнить историю, узнать о нашей стране, о наших людях. Мне кажется, это неплохая идея, что через какие-то знаковые места мы больше знали о своей стране, о тех, кто живут здесь, о своих героях. Лучшей командой Подмосковья стали школьники Коломны. Именно они и будут представлять Московскую область в финале игры. А вот присоединиться к проекту «Великие имена России» может каждый. Выбор вариантов доступен на сайте «Великие имена РФ». Голосование откроют уже завтра. Ксения Каретникова, Матвей Шинкаренко, Служба новостей. Ксения Каретникова, Служба новостей.